Дайджест недвижимости Ньюслер отмечает, что для получения статуса обманутого дольщика граждане, чьи права, по их мнению, нарушены застройщиком, должны написать заявление по установленной форме в региональном Минстрое. Только после этого их включат в реестр пострадавших. Напомню, в следующую субботу, 16 сентября, кировские дольщики намерены присоединиться к третьему всероссийскому протесту. Недостроенные Россия, города не сбывшихся надежд. Дайджест недвижимости Снимать трехкомнатные квартиры в Кирове стало значительно дешевле. Средняя арендная ставка в августе этого года упала на 24%. С 22 до 16,5 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический портал Рекеров.ру. Также в августе потеряли в цене однокомнатные квартиры. Снижение составило менее 100 рублей в месяц. Аренда однушки теперь обойдется в 8 766 рублей. Двухкомнатные квартиры напротив стали несколько дороже. Арендаторам в августе в среднем приходилось платить по 11,5 тысяч. Минимальная арендная ставка, зафиксированная в прошлом месяце, 4 тысячи рублей за однокомнатную квартиру на Октябрьском проспекте. Дороже всего арендаторам предлагали 100-метровую двухкомнатную квартиру на улице Карла Липнихта. 40 тысяч рублей в месяц. Дайджест недвижимости. Названы самые добросовестные ипотечные заемщики среди знаков зодиака. Ими стали раки, девы и скорпионы, говорится в пресс-релизе банка «Дельта Кредит» по результатам наблюдений компании. Эксперты банка проанализировали, насколько часто те или иные ипотечники допускают просрочки платежей. Среди заемщиков раков таких оказалось лишь 3 с небольшим процента. Самыми необязательными заемщиками оказались стрельцы. Но и у них количество просроченных кредитов не превышает 5%. В финансовом учреждении также проанализировали, насколько часто представители разных знаков зодиака прибегают к заемным средствам. На первой строчке опять же раки по гороскопу. Таких в банке оказалось более 9%. Реже всего за займами обращаются скорпионы и стрельцы. Как отмечает в «Дельта Кредит», учреждение не отбирает заемщиков по гороскопу, хотя действительно анализирует, есть ли зависимость между знаком зодиака клиента и выходом на дефолт. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.